доброго всем времени суток вы на канале мигранточка с вами я василиса сегодня у нас с вами необычное видео сегодня вам расскажу про канадскую квартиру ту квартиру которая стоит на продаже покажу вам весь процесс продажи от начала до конца от желания продать квартиру до ее финальной части до получения денег так что усаживайтесь удобнее не переключайтесь а я начинаю я нахожусь в квартире которые выставлены на продажу и хозяйка любезно согласилась мне предоставить возможность снять видео здесь я для вас снимаю здесь это видео я покажу вам саму квартиру сделаю как говорится панорамную съемку значит это типичная канадская квартира в том резорте где я живу берли хиллс резорт эта квартира называется однобедрумная здесь одна спальня здесь есть секьюрити внизу если кто меня смотрит тот знает что это дом который четыре здания находятся в одном комплексе и кто смотрел мои видео то знает а кто не смотрел обязательно посмотрите у меня есть видео про бассейн в нашем комплексе есть видео как сортировать мусор опять же репортаж из нашего комплекса затем у меня есть видео про то как нам меняют фильтры и все вот эти ссылочки я оставлю в описании если вам нравится такая идея такой формат поставьте конечно же свой лайкосик я буду вам очень благодарна а youtube будет видеть что это видео интересно зрителям и будет его продвигать вам ничего не стоит поставить мне лайк а мне будет очень приятно и канал будет потихонечку потихонечку расти так что я думаю что мы вместе с вами об этом заинтересованы так что жду от вас лайкосиков хорошо ну что мы продолжаем с вами сейчас посмотрим квартиру сделаем 360 обзор ну и затем мы переместимся на веб-сайт который называется риэлтор . доте так давайте сейчас посмотрим эту квартиру вот мы с вами вошли попадаем сразу слева эта кухня значит что у нас включает кухня конечно же холодильник шкафчики гранитный каунтер топ это камень это керамическая классная компания whirlpool сверху нас с вами микроволновка сверху опять же шкафчики достаточно глубокая раковина во многих канадских квартирах кухня и living room такая как говорится гостиная она совмещена то есть называется open концепт эти из кухни мы сразу попадаем сюда на полу у нас лежит hardwood вот так вот здесь у нас с вами есть windows covering то есть жалюзи что в общем то неплохо кто не любит шторы хотя мы все русские привыкли к шторам канадцы шторы не вешают они обходятся жалюзи иногда приклеивают газетки иногда закрывают окна коробками особенно в даунтауне потому что шторы здесь чтобы купить надо заплатить минимум тысячи долларов сразу попадали с вами на балкон у нас с вами такой защитный экран от мух есть сеточка такая видите открываем балкон вот такой огромный балкон здесь можно в принципе поставить и стол стулья можно как говорится диван какой-то поставить до достаточно объемный балкон здоровый вон там видите сверху это бассейн кто меня смотрел знает что сверху у нас там на тринадцатом этаже это бассейн вон он там расположился четыре дома здесь как говорится объединены в одну комьюнити называется beverly hills resort у кого-то там маленькие балкончики с той стороны видите вот там где желтые метки такие а здесь балкон большой это у нас с вами вентиляция фильтры меняют регулярно кто меня опять же смотрит знает я снимала видео как приходил человек специальной службы меняли фильтры квартира называется one bedroom то есть одна спальня bedroom это спальня видите заметьте окна от пола к потолку то есть вся стена это окно с этой стороны у нас с вами гардеробчик давайте закроем посмотрим что как у нас гардероб такой гардероб гардероб это знаете я так сказала на семью из двоих то что уже с ребенком здесь будет тесновато и здесь еще есть второй гардеробчик что в общем то очень классно можно разделить мужскую и женскую половину вот такой небольшой гардеробчик то есть одежда в принципе костюма что-то длинное пальто можно повесить самая интересная фишка что мы сразу из спальни попадаем в туалет вот таким образом смотрите хоп и мы с вами в туалете то есть в принципе можно изолироваться от в туалет и спальню попасть сразу в туалет значит ну туалет обычный вариант здесь очень классная раковина смотрите какая мне она нравится такая стильняшка здесь у нас с вами зеркало полочки в общем то что необходимо вот такой вот у них для вас вот видите вода это американский стандарт так он не засорился а именно так вот устроен унитаз здесь у нас с вами душ вон она кстати пластиковая смотри вон она пластиковая вот такая миленькая шторка и в этом туалете есть еще одна дверь видите вот они так одна дверь открыта и другая может быть тоже открыта видите они друг другу не мешают закрываем эту дверь мы заходим сюда мы с вами сразу попадаем на кухню даже можно сказать сразу в коридор вот он сразу и коридор а это входная дверь здесь весь дом оборудован сигнализацией то есть можешь установить свой код и установить сигнализацию и на консьержу деск внизу будет поступать сигнал если кто-то нарушит и кто-то войдет вы слышали когда я заходила такие би-би-би-би-би то есть говорят о том что контакта нет и на консьержу деск приходит сигнал что кто-то вошел здесь еще один шкафчик при входе то есть снять верхнюю одежду в принципе удобно здесь тоже лежит конечно же плитка для того чтобы не было никаких запахов в квартире посторонних вот хозяйка оставила здесь свечку представляете конечно ее нужно сейчас загасить когда я буду уходить ну что уютно правда же как считаете а вы как избавляетесь от неприятных запахов оставляйте свои комментарии да конечно квартиру можно продать и так но это не так просто сделать есть разные порталы где можно разметить объявления называется KGG ну там в основном можно и мелкие вещи продать продать квартиру там практически нереально а тогда там находят там пасутся все реал эстейты и они сразу тебе звонят они говорят о я хочу быть вашим реал эстейтом я говорю да мне не надо я сама хочу продать нет мы будем вашим реал эстейтом это было смешно когда мы в свое время квартиру продавали поэтому здесь нужно иметь своего риэлтора или своего реал эстейта как сказали бы в Канаде а этот реал эстейт приходит смотрит квартиру делает фотографии размещает объявление на этом сайте куда мы сейчас с вами пойдем посмотрим как же выглядит эта квартира которую я вам сейчас здесь сняла как она выглядит именно там онлайн на этом сайте вот и тогда начинаются шоуинга то есть начинается показ квартиры значит сначала нужно сделать аппоинтмент то есть назначить встречу то есть позвонить в офис компании откуда реал эстейт сказать что мы хотим прийти в такое конкретное время например там с часу до двух или с пол второго до двух и всегда нужно соблюдать этот график внизу находится ключ если например хозяин на работе и здесь например в этой квартире никто не живет а бывает в основном в квартире люди живут они выезжают из одной квартиры и выезжают в другую квартиру или в дом соответственно они должны быть дома чтобы открыть квартиру но есть такая услуга где ты отдаешь один ключ отдаешь и риэлтор риэлтор делает созванивается с офисом они делают такой специальный локер я сейчас вам покажу спущусь вниз вот и там лежит ключик то есть тот риэлтор от другой стороны от покупателя приходит с риэлтором этот риэлтор берет ключ в этом локере открывает квартиру показывает ее закрывает он обязан ее закрыть вот и опять относится ключ в этот локер то есть может быть за день несколько показов там два три пять в зависимости от цены которую вы установили и в зависимости от того где находится квартира безусловно если новый хороший комплекс со всеми разными фишками конечно же желающих его купить будет больше если это старое здание где нет ни бассейна никаких дополнительных комнат или сервисов которое включено в твой мейтененс то соответственно продать будет квартиру сложно поэтому лучше всего конечно жить в новом жилье и его будет легко всегда продать и сделать какие-то денежки вот так что сейчас мы с вами идем вниз посмотрим где находится этот локер вот ну и соответственно считаю мы уже сегодня с вами сделали шоу мы все сами с вами посмотрели назначили оппонент пришли и все посмотрели так что видите мы сегодня с вами молодцы вот и соответственно сейчас посмотрим на веб-сайте и будем наблюдать за этой квартиры сколько она будет стоять на маркете через сколько она продастся и за какую цену потому что от цены которая была установлена она может быть ниже или выше еще может быть такое понятие как multiple offer то есть если несколько людей хотят купить одну и ту же квартиру тогда начинаются торги они обращаются к риэлтору который выставил квартиру на продажу она определяет или он определяет соответственно какой-то день и все эти люди которые хотят купить квартиру приходят вместе как происходит торги значит например квартира стоит за полмиллиона вы хотите купить например ну конечно не будем 50 тысяч сбрасывать но сбросим 1010 например вы пишите 490 тысяч вы это оформляете бумажно и с этим offer приходите к риэлтору ты можешь туда-сюда ходить три раза по-моему то есть ты дал offer тебя отклонили дал отклонили дал отклонили то есть ты не знаешь тот человек который сидит с тобой рядом тоже пришел покупать эту квартиру он должен дает свой offer как говорится самый высокий offer самый высокий offer это предложение будет выигрывать а хозяин квартиры или хозяйка соглашается хочет он за эту цену продать квартиру или нет соответственно если есть multiple offer то есть предложение от нескольких покупателей соответственно это хорошо всегда для владельца квартиры поэтому цена всегда будет поднята ну что нравится вам такой формат или нет помните про лайкосики ну что пошли вниз я вам покажу локер вот это наш гараж под пиво мы с вами идем посмотрим эти локеры вот вы наверное догадались куда мы идем с вами вот сюда вот здесь висят все замочки все квартиры которые продаются в этих наших зданиях видите это 9191 а тут адрес другой значит локер висит где-то в другом месте но он выглядит точно так же этим у каждого локера есть номер риэлтор берет вводит код видите здесь есть код вводишь код открываешь этот боксик берешь ключ идешь показывать квартирку вот так вот заметьте окна вот только такие окно не открывается видите то есть в принципе выпрыгнуть ты отсюда не сможешь маленькая-маленькая промога открывается вот только на такую как говорится маленькую щелочку здесь есть кондиционер поэтому проблем нет а заметьте какой просторный балкон смотрите я вот хожу здесь гуляю то есть классная в принципе квартирка кто хочет купить оставляйте комментарии квартирка неплохая и сейчас я вам скажу по секрету она выставлена на продажу за 489 тысяч канадских долларов вот будем наблюдать как она будет продаваться может быть выше может быть ниже я не знаю а 489 тысяч это ее сейчас цена на которой она выставлена на продажу на маркет ну что наконец-то мы с вами на веб-сайте realtor.ca сейчас посмотрим почем эта квартира как она выставлена и как все это выглядит если вы например захотели купить да давайте вот здесь введем адрес сейчас нам покажут значит в этой эре на продаже стоит 15 квартир давайте посмотрим какие однобедрумные смотрите 615 квартира у нас 408 489 идем дальше здесь у нас с вами еще одна бедрумная 499 вот видите вот она листаем дальше 1 плюс 1 вот эта единичка это дэн это без окон и дверей такое небольшое помещение можно сделать спальню все что угодно идем дальше идем дальше где же та квартирка видите 598 это же ужас какой-то но кстати говоря это квартира без паркинга и локера поэтому она такая недорогая если бы это все это было это плюс еще тысяч пятьдесят семьдесят даже больше наверное то есть 1 плюс 1 с паркингом и локером вот здесь за 600 уже 80 то есть та квартира очень дешево стоит а в ее должны буквально купить буквально на днях я думаю ну вот она новый вот она вот она наша искомая площадь она давайте смотреть значит вот на 498 что у нас здесь давайте картинки посмотрим это общий вид здания это у нас кухня как вы помните да профессиональные фотографии делал китаец с широким углом снимал прекрасно кажется что там просто в футбол можно играть вот по этим картинкам как раз все люди и сюда приходят то есть они сначала на этом веб-сайте все смотрят вот а потом решают что вау обязательно пойдем посмотрим и уже персонально идут смотрим заказывать appointment и приходит видите это спальня прекрасно снятая это у нас с вами ванны как помните да вот кстати говоря я не показала дишер-вошер то есть стиральная машинка сушильная машинка внизу стиралка вот она видите а сверху сушилка в канаде и в америке все это отдельно можно вещи сушить не стирая и наоборот вот и здесь все это как бы устанавливается единственно вам не показала как-то прошло мимо меня идем дальше здесь у нас конечно балкон по которым я ходила гуляла это вход в здание кто меня смотрит знает когда я делала видео про свою квартиру это у нас с вами не думать что это банковская ячейка нет это у нас с вами почтовые ящики вот этот ящик он где-то здесь находится здесь есть в этом здании cinema room то есть можно пойти посмотреть кино на большом экране я правда ни разу не пользовалась не знаю ну есть это правда есть это party room то есть можно устраивать тусовки ты платишь какой-то депозит если что-то вдруг испортишь сломаешь или разобьешь они себя деньги возьмут ты оставляешь им чек вот и потом если все по-нормально они тебе чек это отдают и себя ничего не берут ты по-моему платишь 100 долларов за рент этой комнаты на сколько-то часов это у нас конечно же бассейн кто не видел про бассейн посмотрите видите как это выход на улицу сейчас уже должны все закрыть то есть видите вот это уже улица вот это вот вот улица да здесь закрывают перегородкой все это сверху она опускается вот эти штучки и ты в принципе зимой плаваешь внутри а летом можешь еще и снаружи плавать я кстати плала очень здорово это джакузи который уже сто лет не работает в связи с ковидом я забыла когда в последний раз там была я по-моему даже не была это сауна тоже сейчас закрыт в связи с ковидом это у нас еще у нас с вами есть exercise room то есть это там где можно использовать все вот эти агрегаты все бесплатно только надо сделать appointment сейчас записаться чтобы не больше двух человек или трех было в одной комнате опять же в связи с ковидом надо сначала заполнить заполнить ковидную форму написать что у тебя никакой проблем нет не кашлят не температуры придет security померите температуру таком знаете лучом вот и все и тогда если все нормально ты можешь идти за